добрый день друзья всем кто заглянул на мой канал нечаянно хочу снять еще одно видео с показами моих и винтажных и современных украшений в первую очередь хочу показать свои любимые малахитовые бусы которые купила в начале года на барахолке на нашей элитной закрытой барахолке смотрите какие они красивые настоящие уральские как мне сказали принесла старенькая бабушка на продажу очень повезло мне купила я их за 1600 рублей ну цена довольно приличная и не такая уж и высокая потому что у нас ничего такого не купишь у нас ничего это не продается можно сказать очень мало винтажа тем более малый хит вот смотрите очень красивые холодненькие приятные на ощупь конечно как всегда вот еще вашему вниманию камея камея вообще люблю конечно их у меня тоже мало потому что здесь тоже невозможно купить тоже винтажная иголочка довольно длинная не знаю что это наверно пластик в этом я особо не разбираюсь не понимаю ну брошечка очень красиво красивое достойное внимание не знаю это что тоже ну наверно пластик все которые опытны в этих делах они конечно знают из чего сделано то ли это раковина то ли это пластик или это кость я еще пока в этом не понимаю ну кто это смотрит обычно они все абсолютно сами уже знают что из чего сделано такие вообще броши клейма конечно здесь нет на таких брошек вообще по моему нет клейма ни разу я не видела так вот это брошечка тоже винтажная тоже покупала на нашей закрытой элитные барахолки на хитром рынке тоже в прошлом году на начале года зимой ну брошь по моему довольно распространенная винтажная это точно я у некоторых блогеров особенно украинских видела такую брошь но красивая усыпана вся кристаллами середине кабошончик красный и сверкающие кристаллы в хорошем можно сказать в идеальном состоянии утери никаких нет мне нравится а это современная красавица солушка мне подарили очень много даренных украшений кому-то совсем не нужны у кого-то просто лежит валяется вот мне все отдают я некоторые реставрирую сама некоторые переделываю слов я вообще люблю очень как говорят и в живом виде летающих и в виде произведения искусства вот это статуэтки хоть кулоны хоть брошки хоть все из любого материала ну вот это по моему пластик вполне современная но миленькая брошечка почему бы не посмотреть на эту красоту так вот это вот эта брошечка тоже современная эмалевая маленькая малышечка машинка темно-синяя эмаль и колеса усыпана маленькими маленькими кристалликами хоть и современная брошь но качественная я пробовала согнуть этот металл нет абсолютно из не загнешь металл очень качественный и вообще видно что хорошо сделано цена тоже была довольно приличная вот такая брошечка так это я уже как говорила буду показывать помаленьку это современный браслет ручная работа и сделан из аметиста из натурального очень красивый вставки правда бусинки они так переливаются как хрустальные скорее всего это чешское стекло эффект похоже даже на б но здесь фурниту фурнитура есть немножечко ну а так натуральный аметист это я тоже вот купила на выставке ручной работы перед новым годом торговом центре у нас тоже холодненький мне нравится таких браслетов я купила несколько из разных камней вот этот браслет натуральный жемчуг речной купила уже на другой выставке приезжала к нам выставка магия самоцветов из многих городов россии из новосибирска омские были урал был обязательно конечно со своими камнями калининград со своим янтарем ну вот я купила вот этот браслет ну и со временем еще что не кое-что покажу красивый мне нравится нежненький вот это вот это брошечка моя любимая но красавица просто нереальная это я тоже купила нет не в прошлом году это уже позапрошлый год считается в конце позапрошлого года успела купить тоже на наши элитные барахолки на хитром но это сразу видно это чешская брошь эффект это наверное называется не обе как некоторые говорят бензиновый или карнавальный карнавальный эффект очень красивый прям переливается камера наверное этого все-таки не передаст как на самом деле моя любимая брошечка брошечка красавица что винтажное сразу видно конечно в омске у нас выбора почти нет единственное где можно купить вот именно на этой закрытой элитной барахолки то выбор очень маленький и цены очень приличные приличные это брошечка стоила тоже довольно дорого по моему две с лишним тысячи отдала за эту брошь ну а куда деваться красота требует жертв на той открытой барахолки где все можно дешево купить там такого нет там в основном современщина ничего красивого я там не нашла кроме бус который я купила тоже прошлом году я купила очень много по дешевой цене конечно гусы в основном были пластиковые наверное стеклянные со временем покажу так вот это еще одна брошечка но это покупала ее как советскую но я думаю что советская есть на чешскую абсолютно не похоже хотя конечно я еще не знаток знатоки знают ну винтажная это точно тоже на этой барахолки покупала цена была довольно приличная но не такая уж дорогая за 800 рублей по-моему и купила внутри кстати эмаль черная эмаль здесь маленькая бусинка под жемчуг а это не знаю наверное не филигрань здесь тоже кристаллики прозрачные красивые достойная брошечка мне очень нравится ну конечно если мне нравилось я наверно не купила так ну и вот тут еще одну покажу малюточку маленькая брошечка бантик это я на улице купила у одного дедушки он там много чего продавал мне даже удалось купить кольцо серебряное 875 проба он про продал это кольцо за 100 рублей но его несколько штук еще броши я купила за 100 рублей по 50 рублей видно что брошь довольно старенькая бантичек ну еще покажу цепочку вот цепь двухрядная можно сказать это уже я купила на открытой барахолке недавно где-то около месяца назад ну на открытой барахолке конечно ничего хорошего особого нет но если уж покупать то можно там купить очень дешево вот эти цепочки вот эту именно цепочку я купила за 20 рублей всего лишь в магазине новые стоят по 300 500 рублей есть еще дороже но это натуральный винтаж цвет был золотой ну со временем видать все весь цвет ушел теперь уже как полу золотой полу серебряный но цепь хорошая цепи сейчас очень актуальны очень модно я вообще люблю цепи я даже снимаю цепочки из сумочек из различных кошельков если есть из одежды бывает что и на некоторые одежде бывают цепочки но в основном на сумочках они и очень много вот из туфлей тоже снимаю там конечно не цепи но украшения различные даже удалось купить прошлом году такие туфли с тигровым глазом потом покажу 44 камушка тигрового глаза я сделала кулон одну брошь и можно еще серьги придумать посмотрим может если смогу серьги сделаю если не смогу броши превращу и они такие хорошенькие настоящий натуральный тигровый глаз ну вот друзья я думаю что на сегодня хватит пока еще мне до сих пор опыта нет особого я только учусь я не волшебница так что не судите строго всего всем хорошего удачи здоровья всем пока пока